Друзья, Антонио здесь. Окей, сегодня я расскажу о пяти правилах, следуя которым вы удостоверитесь, носите ли вы кольцо должным образом. Много кто из вас, друзья, возможно, имеют семейные реликвии, может просто закончили колледж и вы хотите носить памятное кольцо. Возможно, вы поженились и никогда до этого не носили колец. И вам интересно, как применить это в своем гардеробе? Господа, эти правила специально для вас. Если вы их поймете, вы сможете делать с ними все что угодно и как захотите. Позвольте быстро рассказать историю про мое обручальное кольцо. Я ношу его на правой руке и по этому поводу задается множество вопросов в комментариях. Есть люди, которые задают вопросы по другим контактам, типа, Антонио, ты зеркалишь свои видео? Почему ты носишь свое обручальное кольцо на правой руке? Что случилось? В 2004 году я женился на своей жене в Киеве, Украина, в украинской православной церкви. Ну и полтора года я носил его на правой руке. Потом переехал в США и даже об этом не задумывался, пока на моей учебе люди не стали спрашивать, Антонио, почему ты так носишь? Почему? Зачем? И это довольно забавно, интересный предмет для начала разговора. Господа, используйте эти пять правил, так вы сможете показать некое сообщение, так будете наслаждаться ношением вашего кольца. Окей? Итак, первое правило. Поймите, что любое кольцо, которое вы носите, имеет определенный смысл, будь то помолвка, свадьба, знак организации или богатство. И да, исторически кольцо носилось, чтобы показать благосостоятельность и вашу позицию в обществе. Поймите, что каждое кольцо, которое вы решаете надеть на вашу руку, а это видное место, люди увидят и сделают суждение. Если вы проводите собеседование и любите носить много колец, вы выглядите как крестный отец мафиози. Поймите, что если вы на собеседовании в консервативной компании, и человек может ничего не сказать, но обычно вы находитесь на чаше весов его суждений и убеждений. И вещь, которая касается колец, вы должны понять. У каждого есть мнение на этот счет, большинство людей спокойно к ним относятся, но также много тех, у кого есть предубеждения, свои стереотипы, и они могут отложить ваше дело в долгий ящик. Итак, поймите, кольца посылают сообщения. Знайте, что они означают. Второй пункт. Обретите уверенность. Носите с уверенностью все кольца. Там, возможно, изображен фамильный герб. Знайте историю, поймите, как вы можете носить его эффективно и делайте это. Семейный герб традиционно носят на указательном пальце. Вы можете носить на безымянном пальце, если не женаты или на правой руке. И сегодня я не буду говорить про каждую руку. Друзья, в статье к видео я рассматриваю больше конкретных деталей. Переходите по ссылке. Но, друзья, запомните, носите с уверенностью. Вы можете спросить, Антонио, как мне это сделать? Я никогда не носил кольца раньше. Я в консервативной части мира. Окей, начни носить наедине с собой, затем в окружении семьи и друзей. Может, это кольцо от вуза, которое вы так и не начали носить после окончания, скажем, Анаполиса или Морской академии. Итак, начните носить в кругу друзей, в окружении, которое это примет, и тогда носите везде. Главное в ношении кольца, особенно обручального, это уверенность. И тогда это может стать началом разговора. Теперь перейдем к третьему правилу. Сохраняйте пропорцию. Обратите внимание, если у вас большие руки, вы можете носить крупные кольца. Маленькие кольца будут смотреться немного не к месту, но если у вас небольшие руки, вам нужно избегать больших размеров. Особенно, если оно только одно или это выпускное кольцо, у которых есть тенденция быть немного больше. Может быть, вы член масонской ложи или что-то в этом духе. Просто убедитесь, что кольцо находится в правильной пропорции к вашей кисти. Маленькие руки, маленькие кольца, крупные руки, большие кольца. Предельно просто. Теперь переходим к балансу. Баланс отличается от пропорции. Баланс в том, что вы носите вещи и украшения в правильном соотношении. Итак, если у вас одно кольцо, тогда вам нужно надеть, например, часы на противоположную сторону. Если вы хотите надеть еще кольцо, я могу надеть кольцо на эту руку, но лучше на противоположную. Тогда на вас будут два кольца здесь, а на другой часы. Вот чего нужно избегать. Часы, пять колец и все на одной руке. А вторая совершенно свободная. Вот что касается баланса. Также вам могут помочь браслеты. Просто поймите, что все вместе должно взаимодействовать, что подводит к пятому правилу. Сочетайте металлы. Вам не нужно в точности соотносить их. Некоторые парни покупают кольца, которые объединяют и золото, и серебро. Что касается меня, я люблю серебро. В основном я ношу холодные тона. Даже если посмотреть на мою руку, я вижу свои синие вены. Это есть индикатор. Также меня всегда инстинктивно тянуло к серебру, платине, всему подобному. Итак, весь металл на мне одного оттенка. Если вы любите золото и теплые тона, тогда вперед за золотом. А их смешивание – дело лично каждого. Просто поймите, что это становится тяжелее для восприятия. Нужно понимать, зачем вы это делаете. Я люблю простоту, но если вы хотите нарушить это правило – ваше дело. Итак, мы разобрали пять правил. И снова я рассказываю больше деталей в статье к этому видео. Теперь позвольте мне рассказать о символизме и значении для каждого пальца. Также у меня есть другое видео, записанное около четырех лет назад. Рассказал там много деталей. Однако быстро по ним пробежимся. Большой палец. Традиционно большой палец символизирует ваш характер. Если у вас прямой большой палец – прямой характер. Немного изогнутый, и вы такой же. Когда дело касается колец, кольца на большой палец – большая редкость. Их использовали, исторически, если вернемся в Азию, когда-то лучник, когда натягивал тетиву, он использовал кольцо, которое помогало ему. Но в наши дни они очень редки. Если вы решитесь носить его, это более творческое решение. И чувство от кольца на большом пальце будет немного странное. Поэтому это то кольцо, которое нужно знать, зачем носить. Теперь перейдем к мизинцу. Он ассоциируется с богом Меркурием, а также с интеллектом. Итак, если вы хотите носить кольцо на мизинце, это должно что-то значить, как, например, семейный герб. В каком-то смысле это ассоциируется с главой мафии. Но я не знаю. У меня не было возможности узнать точно. Возможно, они так и делают. Я думаю, что это выглядит со вкусом. Главное в этих пальцах, почему я с них и начал. Они на краю кисти. Все, что вы здесь носите, легче увидеть, следовательно, и выглядит немного ярче. Поэтому я предпочитаю их освободить. Теперь поговорим об указательном. Традиционно, этот палец, на котором многие дворяне, короли, герцоги, сенаторы носили кольцо. Это палец силы и ассоциируется с богом Юпитером, а именно королем богов. Я считаю, если вы будете носить выпускное кольцо или кольцо с фамильным гербом, это правильное решение. Вы можете надеть кольцо на противоположную руку для баланса, чтобы было больше места между ними. Теперь про средний палец. Он ассоциируется с Сатурном, который означает баланс. А теперь безымянный палец. Традиционно, безымянный палец в западном мире ассоциируется с романтизмом Луны, а также ассоциируется с креативностью. Снова, в православной церкви на Украине я начал носить на правой руке, но для большинства людей в Северной Америке обручальное кольцо носят на левой руке. Также можете увидеть венчальные кольца. Я понимаю, что большинство из вас хотят задать еще вопросы. Какие есть, типа колец, металлов, камней, все детали? Я разбираю все здесь, в статье по ссылке. И, друзья, дайте знать, что вы думаете в комментариях. Я хотел бы прочитать, что вы думаете о кольцах. Нужно ли носить несколько колец? Носите ли вы? Я хотел бы все это узнать. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok